Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 185. Приведи пример двух чисел, которые при делении на 56897 дают в остатке число 1. Итак, нам нужно подобрать делимое. Такое делимое, чтобы при делении его на делитель 56897... А давайте запишем. Обозначим это неизвестное делимое буквой D. Так вот, при делении числа D на 56897 должно получиться какое-то неполное частное и остаток единица. Как мы определяем остаток, при делении с остатком? Мы из числа D вычитаем число, близкое к числу D, но которое делится на 56897 без остатка. И получается тогда, поскольку остаток у нас равен единице, то значит число D на единицу больше, чем число, которое делится на 56897 без остатка. Ну, значит, тогда D может быть числом, которое больше на единицу. Ну, вот смотрите, запишем так. 56898, то есть число на единицу больше, чем делитель. Тогда если мы разделим 56898 на 56000... Давайте запишем вот так, 56898 на 56897, то тогда ближайшее число, которое делится на данный делитель, это само это число, 56897, тогда неполное частное, получается, будет равно единице, а остаток будет равен разности между 56898 и 56897. То есть будет равен единице. Значит, первое число мы подобрали, это 56898. А теперь еще давайте вспомним правило, которое мы изучили в предыдущих заданиях. Там было правило такое. Если делимое меньше делителя, то неполное частное равно нулю, а остаток равен делимому. А нам нужно, чтобы остаток был равен единице. Тогда если мы в качестве делимого возьмем единицу, что мы получим, единица разделить на 56897, делимое меньше делителя, тогда неполное частное равно нулю, а остаток равен делимому. Делимое у нас единица, остаток равен единице. А нам и нужно было подобрать такое D, чтобы при делении на данный делитель остаток был равен единице. Ну и тогда нам остается только записать ответ. Итак, первое число. Это число 56898, а второе число – это единица. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы... Субтитры сделал DimaTorzok